Батюшка, Бог создал людей свободными, так почему же они называются рабами Божьими? По благому примеру апостола Павла, который, конечно же, и знал, и писал о том, что мы дети Божьи. Но, а ведем мы себя так, как дети? Нет, дети послушные, дети ласковые, дети нежные. Ну, в идеале. Я не про своих говорю, не про ваших. В идеале, ну, как самые маленькие детки. Они, ой, мама, мой папа, что скажут, что и делают. Даже не сильно хочется. А мы что? А мы то, как слуги себя ведем. Ладно, будем исполнять эти заповеди, потому что Господь нас наградит и всей в жизни, и уж в будущем наверняка. Или как рабы. Ой, Божьика накажет. Нельзя грешить. Нельзя на троицу палку в землю тыкать. Можно. Поэтому апостол Павел и за ним вся церковь констатирует этот грустный факт, что все-таки мы скорее рабы, нежели слуги, нежели дети. Но мы понимаем, что, ну, по факту, мы все-таки дети, конечно. Мы, как блудные сыновья, обточили имущество отца нашего и очень стыдно нам домой возвращаться. И как тот про себя думал, скажу отцу своему, вернувшись домой, что недостойно же называться сыном твоим. И хотел это сказать, но даже отец ему не дал. Вот, телец упитанный, устраиваем праздник. Поэтому, как блудный сын, говорим Господу, мы не достоинно называться сыновьями твоими, хотя по факту, по крови таковыми являемся. Мы же причащаемся телу крови Господу. Мы единокровные ему. Мы сыновья ему и дочери. Но ведем себя, как блудные сыновья. Расхищаем имущество, не доверяем, жлимся, ропщим, унываем, не верим, уходим в страну далече. Но главное вернуться и при сохранении сыновства все равно иметь некоторое такое смиренное, скромное отношение к отцу нашему. Ну и напомню, что все-таки это апостол Павел писал о том, что он раб Госпора нашего Иисуса Христа, а не современники Авраама Линкольна. То есть рабы Америки 17-18 века, это не те рабы, которые были в Древней Греции, в Древнем Риме, которые жили вместе со своими хозяевами, которые воспитывали их детей, которые занимались обустройством дома, вели, управляли огромными денежными потоками рабу рознь. Их ценили, они стоили достаточно немалых денег в ту эпоху. Были, да, чернорабочие. А были пленники других государств, бывшие вельможи, а то и цари. Почитайте историю рабовладения в Древней Греции. Будете представлять немножечко, что все-таки отношение к ним было не такое, как рабам на американских плантациях. Поэтому, если вам не нравится это название, то вы не смущайтесь. Просто проанализируйте свою жизнь по отношению к Господу Богу. И подумайте, кто вы на самом деле. Батюшка, часто можно услышать выражение «Храм у меня в душе, и мне не обязательно исповедоваться и причащаться». Насколько же верно это утверждение? Храм в душе. А как же он... Храм в душе. Бог в душе. Как он туда попал? Вот мне интересно. Какими эскетическими практиками, какими молитвами, какими трудами вы это осуществили? Что в вашей жизни произошло такого, что Бог, Творец неба и земли, сказал «Ух ты! Ваня Никифоров из Матищ! Буду жить в нем!» Вот обитель у него сотворим. Как у Абраама под дубом. Как на горе преображение апостол Петр хотел сотворить трекущее здесь. Вот. И Господь такой. «Ух ты! Какой классный парень! Буду жить в нем!» И знаете, почему-то вот эти боги в душе, они очень похожи на вас самих. Бог нас создал по образу подобию своему, а вот эти боги в душе созданы по образу подобию нашему. Почему-то они всегда соглашаются с каждым принятым вами решением. «Пойду тусить!» «Иди!» «Пойду курить!» «Иди!» «Пойду блудить!» «Конечно!» «Пойду воровать!» «Да вообще!» «Воровать так миллион!» «Конечно!» «Вперед!» Вот. Какой-то странный божок. А мне кажется, что все-таки это некоторый самообман. Что ж такое соглашательный бог такой вообще? Куда ни глянь, все-таки в любых религиях, монотеистических, языческих, все-таки боги что-то требуют от нас. Праведности, чистоты, исполнения заповедей, внешних, виртуальных и внутренних. А то Бог тебе разрешает все. Никаких форм, никаких. Не надо. Никаких молитв, никаких поклонов, никаких хаджей, никаких путешествий, никаких паломничества, никаких... Чтений. Делай, что хочешь. Сиди в интернете, играй в игры. Я тебе все разрешаю. Поэтому эти боги в душе никакие не боги в душе. Это просто набор слов, которые успокаивают, я не знаю правда почему, твою совесть и позволяют тебе жить как угодно. Поэтому, если уж ты предполагаешь, что Бог существует, он не может быть настолько примитивен, как вот эти боги в вашей секты боговдушников. Даже самый примитивный бог языческих религий в детстве человечества и то более требовательны и более грозны, нежели тот божочек, который стал жить у тебя в душе. Расскажи о своей душе, какова она, как ты живешь, чтоб Бог стал частью тебя. Интересно, очень интересно. Так что не прельщайтесь и не самообманывайтесь. Никакого бога в душе вас нет. Частички божества вас тоже нет. Даже самое маленькое. Ты не бог и он не в тебе. А будет он в тебе только тогда, когда ты сделаешь шаг навстречу ему. Притом тому богу, который существует, а не тот, которого ты сам придумал по образу и подобию своему. В храме мы причащаемся бога. Невидимого бога через видимое таинство, через причастие тела и крови его живем так, чтобы быть достойны этого таинства. Исполняем заповеди. Ибо, как говорит Спаситель, Тот, в том мы придем, того человека придем и обительного сотворим, кто исполняет заповеди. И потому узнают, что мы ученики Христовы, поскольку будем иметь любовь друг к другу. Такую настоящую, деятельную, самопожертвенную. А не вот это все. Батюшка, часто можно услышать имя Божье в пустых разговорах, в шутках, в играх. Считается ли употребление имени Божьего грехом? Да, конечно. Не приноси Господа Бога твоего в суе, то есть бессмысленно, в качестве поговорки. Вот уточка крякает. Господа Бога славит, наверное. Вечерние молитвы свои утиные читает. А когда мы ударяемся мизинчика по стул или стол, и говорим, ах ты Господи, вот это грех. Он приходит и говорит, что? Да, вот мизинчик ударил. Да? Что ж ты по мелочам отвлекаешь? Не надо. Ни в качестве поговорки, ни в качестве привычки. Все так говорят, и я так говорю. Упоминать не имя Божие, не Христа, не Отца, не Духа Святого. Не вообще упоминать Бога в принципе. Просто так. Не надо. Замените на что-нибудь. Ах, какая досада. Вот запомните эту фразу и так и говорите. Ударили мизинчик. Ах, какая досада. Упал кирпич на голову. Ах, какая досада. Улыбнулся, дальше пошел. Вот он как-то так. Ёлки-иголки. Укуси меня пчела. Тоже как вариант. Уф. Упал кирпич на голову. Уф. Упал кирпич на голову. Уф. 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 Продолжение следует...